Вот и город с каждым днем в новогоднюю атмосферу погружается все больше. Открыл череду праздничных мероприятий по сложившейся уже традиции. Новогодний прием главы города, на который Николай Юдин пригласил тех, для кого 2022-й стал временем большой работы и серьезных достижений. Хочу сказать, несмотря на все трудности, с которыми нам пришлось столкнуться в выходящем году, я благодарен ему за полученный опыт. А каждому из вас за единство и сплоченность перед лицом вызовов времени. Мы стали сильнее и увереннее, осознали, что наша сила в единстве. И я уверен, что все это станет основой нашей успешной работы уже в 2023 году. Чтобы результат ее мог по достоинству оценить каждый житель Ирбита. При этом выступая перед собравшимися, а в зале в этот вечер присутствовало более 250 человек, в числе которых руководители муниципальных учреждений, предприятий Ирбита и малого бизнеса. Глава города не смог обойти вниманием планы, предстоящие на 2023 год работы. Да, из-за сложной экономической ситуации в регионе и в стране в целом, нам пришлось отказаться от реализации нескольких проектов, разработка и подготовка которых шла не один год. Но важнейшие из них направлены на решение базовых вопросов в жизни города. На сегодня уже поддержаны губернатором и правительством Свердловской области. А значит будут воплощены в жизнь в самое ближайшее время. Это продолжение строительства детского сада и жилого комплекса в микрорайоне Комсомольский. Капитальный ремонт и восстановление объектов культурного наследия. Работать по благоустройству дворовых и общественных пространств. Строительство жилого дома на улице Володарского, 25. Развитие уличной дорожной сети города. В том числе первый этап строительства транзитной дороги через территорию бывшего моциклетного завода. Строительство центральной системы водоотведения в северной части. Но прежде чем продолжить уже проводимую работу и приступить к новым проектам, важно отметить тех, кто в 2022-м получил достойный результат, значимый для города и горожан. Благодарственные письма и почетные грамоты главы города, муниципальной думы Восточного управленческого округа и губернатора Свердловской области были вручены педагогам и врачам, производственникам и тем, кто включился в работу по оказанию помощи мобилизованным орбичанам и их семьям. А еще были отмечены и те семьи, которые сегодня прилагают максимум усилий для воспитания и образования достойного молодого поколения. Ведь уже сегодня их дети – участники и призеры огромного числа творческих конкурсов, спортивных соревнований и научных фестивалей. На сцену приглашаются Любовь Сергеевна и Владимир Николаевич Улицевы и их дочь Карина Выжина, обучающаяся отделением легкой атлетики «Эрбитской» детской и юношеской спортивной школы, ученица 8-го А-класса средней общеобразовательной школы номер 13. Карина – кандидат в мастера спорта по прыжкам в высоту. Успешно представляет город «Эрбит» на соревнованиях различного уровня. Победитель первенства Уральского федерального округа, Кубка Свердловской области, а также всероссийских соревнований по прыжкам в высоту. Ну и, конечно, не обошелся вечер без поздравлений и пожеланий от главного волшебника Нового года. Ведь кто, как не он, точно знает, чего мы больше всего ждем в наступающем году. Звонко колокольчиком звеня, сани остановятся у дома. Пусть уже не верите в меня, я для вас любимый и знакомый. Что я приготовил в Новый год? Все, о чем мечтали и просили. Пусть вам несказанно повезет, и на свете долго чтоб прожили. Я желаю мира и любви, трепетно хранить родную землю, мудрости и светлой головы. Доброго здоровья вашим семьям! Наступающим Новым годом!